На днях мне позвонил телефонный разводила, который представился сотрудником Сбербанка. Как я с первой же секунды вычислил, что он таковым является, и что делать, как себя обезопасить от таких вот телефонных звонков, я расскажу в этом видео. С вами на связи Токсичный Адвокат. Поехали! Итак, был звонок. Почему я сразу догадался, когда ответил на этот телефонный звонок? Я, в общем-то, стараюсь отвечать на телефонные звонки, потому как могут звонить мои доверители, могут звонить их знакомые, поэтому я всегда беру трубку. Меня не смутило тот факт, что этот звонок поступает с московского номера телефона, с 495, ибо оттуда мне тоже звонят. Но как только я взял трубку, я сразу после того, как человек представился сотрудником Сбербанка, я сразу понял, что это обычный разводила, и сказал, что... А, он начал говорить о том, что я вот сейчас попытался оформить какой-то кредит, и ему там что-то нужны, какие-то данные для всего этого дела, для подтверждения, либо для отказа, либо я так дослушивать его не стал, я ему просто сказал, хорошая попытка развода, после чего он сразу бросил трубку и испарился. Значит, первое. Как я сразу понял, что, ну, помимо того, что он пристал сотрудником Сбербанка, да, здесь сразу догадаться сложно неопытному человеку, но звонок поступил мне в 8.30 по Москве, в 8.30 утра. Значит, всем скажу, никакая служба Сбербанка, никакие сотрудники Сбербанка, либо других банков, не будут вам звонить в нерабочие часы. Ну, не будут они этого делать. А тут человек то ли попутался, то ли с какого-то другого региона, там, у него, может, время уже совсем другое, тем более, что, ну, там, в местах не стоит, если отдалённых может находиться. Неважно. В общем, первое. Никто вам в нерабочие часы звонить не будет. Естественно. Сразу скажу. Когда, если вы ответили на такой звонок, ни в коем случае не предоставляйте каких-либо своих персональных данных. Об этом тысяча видео снято, ещё больше статей написано. Даже на официальном сайте того же Сбербанка есть отдельная страница, посвящённая вот этому телефонному мошенничеству. И сам Сбербанк говорит, не отвечайте, если сомневаетесь. Если сомневаетесь, что вам поступает звонок со Сбербанка, повесьте трубку, позвоните на номер 900. И вам там всё пояснят и расскажут. Скриншот, кстати, небольшой прикреплю. Странички, вот это, официальные странички, Сбербанка. То есть, никакой информации не разглашаем. Никаких данных карт, никаких там CV, CCV, там ещё какие-то эти коды тоже не разглашаем. Никаких смс-ок не подтверждаем. Ничего не делаем. Если сомневаемся, посылаем в пеший эротический поход. Ну, в крайнем случае, если послали не того, потом просто принесёте извинения. Значит, естественно, никому ничего не рассказываем. Даже МВД говорит о том, что если вам поступают такие звонки, здесь сейчас редко пойдёт о борьбе с таким телефонным мошенничеством, чтобы вы, как граждане, которые переживают за такую ситуацию с этими телефонными мошенничествами, сообщали о таких звонках, о таких номерах телефонов, с которых происходят звонки, на горячую линию МВД. Номер телефончика, кстати, если что, здесь вот сейчас появится, чтобы вы знали, куда звонить, не только по факту того, что вам позвонили мошенники. Я посмотрел вот этот номер телефона, с которого мне поступил звонок, забил его в интернет. Ну, все знают там проверить, кто тебе звонил. Да, сервис бесплатный, очень много разных сайтов, где есть информация о номерах, с которых там спам звонки поступают, вот такого характера звонки поступают. Вот. И я выяснил, что данный номер телефона принадлежит компании ООО Кордис Телеком. Кордис Телеком – это компания, которая предоставляет услуги, там IP-телефония, то есть виртуальная студия. В общем-то, у неё можно купить себе любой номер телефона, там тот же московский, московского номера, там арендная плата какой-то, номер телефона. Вот. Я почитал отзывы по поводу этой организации. Кстати, не только по поводу этой организации, но и по поводу других телекоммуникационных компаний. И, в общем-то, на пикабу нашёл. В общем-то, там неблагоприятные отзывы, и люди там, скажем так, высказывают некие свои подозрения по поводу того, что именно этот Кордис Телеком каким-то образом вместе с этими телефонными мошенниками взаимодействуют и получают совместную выгоду. Ну, это такое мнение людей. Почему? Потому что эти номера до сих пор, люди, на которые жалуются номера, они до сих пор не заблокированы, они до сих пор в пользовании. Я решил проверить, мне стало интересно. Я написал электронное письмо с своей почты по поводу произошедшего. Попросил дать мне ответ. Всё это в вежливой форме. Скриншот прикреплю. Если будет какой-то ответ, ну, если он будет интересным, запишу отдельное какое-то видео на эту тему. Но, в общем-то, цель моего обращения в Кордис Телеком для того, чтобы этот номер телефона ну, либо, соответственно, заблокировали, либо его забрали использование вот этих вот людей, которые занимаются не совсем законными действиями и мероприятиями. Ну, что ж, вот такое вот видео. Подведём итог. Значит, в нерабочее время вам никто звонить не будет из каких-либо банков. Если сомневаетесь, что вам поступил звонок из какого-то банка, сбросьте этот звонок, позвоните в этот банк и выясните ситуацию. Какой ещё могу совет дать? Телефонное мошенничество сейчас развивается. И никогда в разговоре с таким человеком, который вам позвонил, никогда не давайте никаких утвердительных ответов. Типа да, нет, ибо это может быть записано и потом использовано точно так же уже при звонке, например, в банк. Ну, либо там ещё какие-то другие схемы. То есть, утвердительных ответов не давайте. Заранее не подтверждайте свою личность. Ну, вот мне позвонил человек, он назвал меня по имени-отчеству. То есть, у него мои персональные данные есть на мой номер телефона, который зарегистрирован на меня. И когда он меня спросил, это вы, я просто сказал, с кем я разговариваю. Я не стал ничего ему объяснять. И после того, что он, после моего ответа, такого, с кем я разговариваю, представился, якобы сотрудникам Сбербанка, потом начал лапшу на уши грузить, в итоге слился. В общем, никогда не давайте никаких утвердительных ответов. Ну, что ж, видео, я так понимаю, таких миллионы, миллиарды, но мне просто до этого никто никогда не звонил. Именно вот как сотрудники, якобы, банка. Поэтому я такой на эмоциях решил это видео и записать. Надеюсь, оно вам понравилось. Понравилось, поставьте лайк. Не понравилось, поставьте дизлайк. Подпишитесь на канал. Жмакните колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Наставьте свой комментарий. Это помогает продвигать и видео, и мой канал. Всем огромное спасибо, кто это делает. Вступайте в группу ВКонтакте, там можно получить развернутую юридическую консультацию. Ну, а с вами был токсичный адвокат. Увидимся в следующих уже видео. По скриптуму, завтра, 17 числа, еду в суд по поводу приставшей, которая забрала автомобиль. Ну, ссылочку на видеоролик здесь оставлю. Всем до встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok